Я думаю, во-первых, что я не знаю, что называть теперь партией власти в полной мере. Я не думаю, что «Единая Россия» — это партия власти, потому что президент Путин возглавляет общероссийский народный фронт. Если ОНФ пойдет на выборы как партия, а я пока не знаю такого решения, я не помню, есть такое решение, то если такое решение окончательно будет утверждено, то тогда мы увидим очень интересную конкуренцию между «Единой Россией» и ОНФ, которая, на мой взгляд, будет крайне полезна для общества, потому что я с интересом наблюдаю за тем, как развивается ОНФ, и то, что Путин себя с ним ассоциирует, а Медведев с «Единой Россией», это, конечно, очень интересный сюжет. Поэтому я не считаю, что «Единая Россия» — это партия власти. Я считаю, что «Единая Россия» — это право-консервативная партия в ряде своих положений идеологических, аналогичная христианским демократам. А ОНФ, наверное, больше склоняется к формату такого государственного социализма, государственной социал-демократии. ОНФ — это, наверное, даже более успешный в этом смысле проект, чем «Справедливая Россия». Что касается других оппозиционных сил, более мелких или менее существенных, я думаю, что левая коалиция КПРФ и «Справедливая Россия», если сумеет договориться, то может нанести «Единой России» очень серьезный удар. При всем при том, что Общероссийский Народный фронт еще не раскрутился как политическая сила и до конца неизвестен. И на одном Путине, на котором «Единая Россия» выезжала столько лет, сейчас уже далеко не уедешь, особенно в регионах. В регионах же все приземлено, все конкретно, все как бы по конкретным темам сюжетным, которые существуют. И по этим темам, как мне представляется, единороссам будет очень трудно отчитываться в каждом конкретном регионе. Темы дороги, ЖКХ, здравоохранения, развития бизнеса, соблюдения закона силовыми структурами, миграционная политика в частности. Это для «Единой России» серьезное испытание, серьезный бой. Пусть попробует себя впервые, как политическая сила, без прямой поддержки высшей власти. И самый высший, потому что премьер-министр, все-таки правительство вещь сменяемая, в отличие от президента. И еще очень важный момент. Мне кажется, что в «Единой России» в ее руководстве есть несколько человек, которые по своим интеллектуальным уровням, по бойцовским качествам. Это Ирина Яровая, Андрей Исаев. Ну, вполне Владимир Плигин, Сергей Нарышкин тот же самый. Которые вполне способны выступить именно как концептуальный лидер, именно право-консервативной политической партии. И я бы не списывал «Единой России» из счетов. Чем дальше «Единая Россия» будет дистанцироваться от административного ресурса, тем быстрее она станет реальной политической партией, исповедующей, еще раз, правые христианско-демократические ценности. Да и вообще партии.